Ребята, всем привет! Я нахожусь в питомнике в Балтезерсе и напомню, что сегодня 8 мая и у нас родилась шикарная идея, то есть в связи с известными событиями, поскольку официально сейчас празднование 9 мая запрещено, поэтому нужно же как-то, грубо говоря, отметить этот день. Так вот, идея следующая. Мы решили скинуться денежками кто сколько может, эти денежки перевели на подарочную карту в Балтезерс, в этот питомник, и вот сейчас я приехал для того, чтобы выбрать рододендроны. Идея, идея, она какова? Смотри, я гуляю и какой это кайф, видишь? Так вот, появилась идея сделать так, чтобы могилы наших бойцов, которые воевали за нашу независимость, а находимся мы в Латвии, и речь идет сейчас о наших бойцах, которые в своей жизни отдали против борьбы с фашистскими захватчиками, сделать им примерно вот такой райский сад. Для чего цель? Для того, чтобы мы приходили вот в это замечательное место не только на 9 мая, а каждый день, чтобы это был такой дивный цветущий сад. Понимаешь, какая идея? И это сделать в мемориалах. Ну, так или иначе, на эту идею откликнулись люди, мы собрали немножко денежек, и здесь надо опять небольшую ремарку. Учитывая ту ситуацию, опять же, что у нас есть сейчас в стране, я немножко испугался брать на себя ответственность. То есть, я был против того, чтобы мне дали в руки деньги, и я на эти деньги совершал какие-то покупки, потому что ребята из соответствующих структур навестят меня. Вот, а человека довольно социально активный такой, да, и у меня еще, честно говоря, не предыдущие штрафы не погашены за мою социальную активность. Поэтому родилась такая идея, вы переводите на счет Балтезерса в питомничек любую сумму пожертвования, от 10 евро, какую угодно, и пишете мое имя. А вот сейчас я приезжаю в питомник Балтезерс. Почему Балтезерс? Потому что здесь именно те растения, которые не погибнут. И идея, понимаешь, если бы вот могилы наших бойцов они выглядели бы как цветущий сад, а не как что-то унылое и нечто мрачное. Мне кажется, это шикарная идея, чтобы люди приезжали туда, чтобы они наслаждались. Понимаешь? Ну, это минимум, что мы можем сделать для павших воинов. И поэтому люди откликнулись, и мы набрали, скажем так, небольшую сумму. Я примерно подсчитал для того, чтобы сделать что-то похожее, что-то подобное, красивое. Надо, например, на одно кладбище порядка 2-2,5 тысяч евро, чтобы понимали. И эту сумму прямо легко можно найти, и даже больше. Но я не хотел взять на себя сумму в 2000, чтобы ко мне пришли соответствующие органы, и я опять попал под какие-то репрессии. Это была ошибка, теперь я понимаю, как делать. Если ты хочешь присоединиться к этой акции, просто оплачиваешь подарочную карту в Балтезерс, или посмотришь, что мы сейчас делаем, и просто тупо к нам присоединяешься. Итак, я иду сейчас в Балтезерс для того, чтобы получить свою подарочную карту. Сейчас я под видео приобрету рододендрончики. Идея такая купить цветущие, те, которые зацветают именно на 8 и 9 мая, но в возможности, чтобы их было там, например, несколько сотен, и чтобы они цвели круглый год. И чтобы люди, которые проходят мимо, всегда хотели зайти и посмотреть на это просто волшебство, на эту магию. Вот общая идея, она была такая. Но сейчас, чем хорошо, тем, что сейчас 8 мая, ты можешь подойти уже и конкретно увидеть цветок, который и взять что-то прекрасное. И это уже отвезти на кладбище и посадить. Итак, у меня есть сумма 300. По моей вине я не взял 2000, но это был пробный эксперимент. И я не ожидал, что люди настолько активны и настолько отзовутся. Я был просто в шоке. Условно говоря, сумма в 300 евро буквально за двое суток была собрана, а дальше я просто притормозил чуть-чуть. Но давайте мы начнем. И пускай у нас это будет не один день в году, а это будет на постоянной основе. Потому что то, что мы посадим, за этим все равно нужно будет ухаживать, поливать, удобрять и так далее. Так что, в общем, присоединяйтесь. Так, итак, заходим. Здесь томничек. И вот идея, смотрите, какая у меня. То есть, вот эта вся линия, это рододендроны. И здесь мы можем видеть, что они всеми цветами радуги переливаются, цветут. И стоимость здесь от 12 евро. Ну, ждать, пока он до большого вырастет, честно говоря, не хотелось бы. Поэтому была задача купить их большими. Вот. Но сейчас подберем что-то. Я хочу, чтобы 9 мая приехали люди, там уже все было глухало, и были живые цветы. Ты все равно несешь на могилку цветы, платят за них те же самые 20 евро, но они живут день, два, три. А так мы посадим, понимаешь, они будут вечными. И они будут десятилетиями цвести. И каждый год, и свои эти 20 евро, вот в этом году мы потратим деньги. В следующем году. Еще в одном году. И мы превратим это в реальный сад. Чтобы, когда ты приходил на 9 мая на могилы, ты просто видел, что они не зря погибли. Насколько вот светет то, за что они боролись. Чтобы не было мрачным. Хоть это день памяти, я понимаю. Итак, выбираем. Вот такая красота, 18 евро. Но он уже очень большой. И он меня прям радует. Он такой сантиметров на 70. Идем сюда. Тоже 18 евро большой. Поэтому пока приоритет взять вот такие большие цветочки. Ну вот это тоже прелесть за 10 евро. И так далее. Изначально я высчитывал где-то 300 кустов. Цель, еще раз говорю, заходишь на 9 мая все в цвету. И каждую неделю зацветает определенный цвет. Это очень крутая идея. Изначально. Но сейчас мы, грубо говоря, на эти 300 евро что-то возьмем. И начнем это делать. Но никто не мешает через неделю или через две встретиться и повторить. Не надо это делать один раз в год. Давай это будем делать всегда. Давай это будем делать как праздник. Понимаешь? Это наш праздник. Это День Победы. И он не только одного дня. Эти люди жизнь дали для того, чтобы каждый твой день был наполнен каким-то смыслом. И вот этот смысл, мы теперь им будем возвращать. Хорошая идея. Ладно, пока прекращаю. Пошел выбирать.